Привет, это VK Live, и мы ведем прямой эфир с конференции AdCrunch. Сейчас мы поговорим с Ирой Шубиной, представителем VK. Вы не поверите, о том, что VK откроет образовательную платформу. Что это за платформа, как она пришла в голову создателям. Мы поговорим с Ирой Шубиной. Ира, привет. Привет, привет. Так расскажи, как родилась идея. Это очень интересная история, потому что когда-то давным-давно, года полтора назад или два, я в том числе в VK отвечала за образовательные проекты. И мы работали с разными сообществами, которые именно генерируют образовательный контент, думали о том, как это все дальше развивать. И поняли, что… Ну, мы поняли вообще несколько вещей. Первое — это то, что образовательного контента ВКонтакте много. При том, что очень многие мои друзья или коллеги говорили, когда я рассказывала, что я работаю в VK, что «Ой, да у вас там одни мемы, и вообще, короче, ленту полистать — это потупить». И для меня это скорее такая трата времени, чем получение какой-то пользы. Да, точно не учиться туда прихожу. Но при этом, когда я начинала задавать вопросы, например, «А ты подписан на постнауку или ты подписан, не знаю, там, на Лентач, еще на какие-то такие проекты, да, Курилку Гутенберга?» Все говорили, «Ой, да». Я говорю, «А что там за контент?» «Ну, они мемы рисуют и все такое». Я говорю, «Ну, подожди, ну ты же учишь что-то за счет этого?» Да. И мы в итоге приходили к тому, что на самом деле люди потребляют достаточно большое количество образовательного контента, но себе в этом отчет не отдают. Вот. А с другой стороны, второе, что мы поняли, это то, что при этом, если ты хочешь что-то найти конкретно на какую-то тему, которая тебя интересует, не знаю, например, дебаты, ты вводишь в поиске слова, и тебе выдаются какие-то конкретные сообщества, но ты не знаешь, насколько эти люди компетентны, ты не уверен, что там правильный контент, можешь ли ты им доверять, не до конца понятно. При этом, если ты, например, нашел какое-то одно конкретное сообщество, ты на него подписываешься, и по этой теме у тебя больше в ленте ничего нет, у тебя есть только контент этого паблика. То есть второй момент – это вот эта общая точка входа, которая, кажется, очень нужна для людей, если они действительно хотят потреблять образовательный контент в ВК. А третье – это то, что ВК традиционно считается такой соцсетью для школьников, соцсетью для студентов, у которых основное занятие в жизни – это учеба. Поэтому они сидят в сообществах, которые созданы вузом, в сообществах, которые созданы их группой. Очень часто крутые преподаватели, с которыми мы, например, работали, мы замечали, что они создают для своих занятий отдельное сообщество и просто публикуют туда полезную литературу, литературу, какие-то скриншоты, какие-то видео, может быть, даже записи своих выступлений, в общем, какие-то такие вещи. Получается, что это тоже есть какой-то образовательный контент, но он доступен только закрытой группе людей, то есть, например, студентам этого преподавателя. При этом преподаватель не против этими знаниями делиться на более широкую аудиторию, но чаще всего он занят, у него нет времени, он не готов, я не знаю, делать какой-то отдельный сайт для этого и все такое. И на основании этих трех вещей мы подумали, что было бы просто прикольно сделать какую-то площадку, где это все может как-то вместе находиться. Это было, наверное, то, с чего мы начали. Скажи, а почему вообще социальные сети, образование, впервые этот линк как-то вот так вот неосознанно произошел? Теперь двигаться в сторону образовательных проектов, менять имидж социальной сети? Это хороший вопрос, потому что на самом деле, ну вот мы внутри, как люди, которые работают в ВК, мы, в принципе, всегда топим за то, чтобы наши пользователи получали лучшее, что есть. Если, например, у нас была бы возможность влиять, я не знаю, на тот контент, который пользователи потребляют, мы бы, возможно, думали о том, что, конечно, мы бы желали для них классного, интересного контента. Так как мы этого не делаем, то единственное, что мы можем сделать, это действительно создать какую-то очень заметную часть ВК, которая будет у человека на глазах, и благодаря которой у него появится больше стимулов, может быть, обращаться к этому контенту и заходить туда. Потому что мы очень большая контентная платформа, у нас очень много всего, но именно из-за того, что очень много всего, иногда очень сложно выбрать какой-то классный, ценный, интересный, полезный контент. И вот, конечно, хотелось бы с этим поработать. Ну, еще вы любите все исследовать. Вы наверняка исследовали целевую аудиторию такой платформы. Скажи, кто главная аудитория сейчас? Мы сделали несколько исследований. Первое, вообще, когда пришла в голову эта идея, мы сначала крутили разные варианты, и мы, может быть, даже думали попробовать сделать какой-то аналог именно платформы для академических образовательных курсов. Но потом, как раз именно потому, что мы начали все это исследовать, мы сделали первое исследование с университетом ИТМО, с факультетом инновационного маркетинга. Это было прямо очень круто, потому что мы работали вместе со студентами, которые, по сути, были в том числе нашей целевой аудиторией, и параллельно они же были исследователями. И мы нашли тоже очень много инсайтов, как раз связанных с тем, что люди любят видео, люди любят текст, что в ВК как раз, в отличие от других социальных сетей, люди очень много взаимодействуют с текстом, они не против читать, что очень круто, на мой взгляд. И это было, наверное, первое, что мы обнаружили, и как раз вот это исследование привело нас к тому, какой мы формат выбрали, но про это я чуть позже расскажу. А второе исследование, которое мы проводили, мы проводили уже в самой социальной сети, мы делали большой опрос на разные города, мы смотрели крупные города, маленькие города, спрашивали, как люди потребляют контент, какие они выбирают сообщества и все такое. И мы пришли к тому, что, конечно, ВК специфическое место с точки зрения вообще, ну, как человек взаимодействует с продуктом. Вот ты вообще проходил когда-нибудь хоть один образовательный курс? Да, и не один. На какой платформе? На Курсере, например, парочка прошел. Можешь рассказать, как это было? Я заходил на Курсеру, тупил в популярные курсы, выбирал, какие мне больше нравятся. Первый, чтобы попробовать, второй уже по более хардовому скиллу какому-нибудь. И, ну, начинал учиться, учился интенсивно, потом лениво, потом еле как-то доучивался и забывал про этот курс, обычно так. А вот как ты планировал работу с курсом свою? Вообще никак. Было какое-то расписание условное обычно на площадке, и я либо ему следовал и успевал, либо не следовал и выпадал. Ну, вот это такой типичный подход, наверное, к Курсере. Есть еще несколько платформ российских, универсариум, лекториум, мы тоже смотрели их. Там скорее история про то, что, во-первых, человек, который туда идет, он очень четко замотивирован получить конкретное знание, конкретный навык. Например, не знаю, там, поучить физику или историю Древней Греции, вот какие-то такие очень академические вещи. Там довольно длинные уроки, и, возможно, когда ты понимаешь, что эта платформа создана вот прям конкретно под образовательный продукт, то ты очень нормально к этому относишься. Ты понимаешь, что тебе в течение дня нужно найти час времени, например, на то, чтобы послушать большую, длинную лекцию с тяжелой презентацией, сидеть, вот это вот все. А ВК, например, да, это скорее немножко про другое. Это история про то, что ты много раз в день заходишь туда на чуть-чуть. И этот поведенческий паттерн мы как раз взяли за основу, в том числе, нашей платформы. Это то, что мы увидели у людей. Они говорят о том, что, ну, я вот люблю здесь и сейчас почитать одну конкретную статью, прочитать и уйти. Потом вернуться посмотреть видео, потому что еду в автобусе. Потом, не знаю, послушать подкаст, который я просто добавляю себе, я пока бегаю. Вот какие-то такие вещи. Да, или за обедом. Ну, то есть у всех разные истории, но мы выявили несколько моментов, в которые люди чаще всего заходят в ВК. Это по дороге, за едой, в общественном транспорте, когда делают какие-то перерывы на работе. Но это чаще всего, там, не знаю, 10, 15, 20 минут, не больше. Они проверяют сообщения, еще что-то. И мы очень хотели, чтобы наша платформа, она оставалась в рамках вот того фрейма, в котором люди, в принципе, взаимодействуют с продуктом. То есть мы не хотели, знаешь, брать и делать что-то совершенно новое и перестраивать их поведение, потому что очевидно, что это было бы не очень эффективно. Вот. Это вот, наверное, то, что мы поисследовали. Мы в итоге поняли, что как раз наша целевая аудитория, это те пользователи ВКонтакте, которые и так пользуются социальной сетью, но они заходят туда много-много раз в день, по чуть-чуть, и мы попытались сохранить этот паттерн. И помимо этого мы знаем, что есть большая аудитория, которая, например, сейчас использует ВКонтакте только вот с одной функциональностью, например, слушает музыку или читает сообщения или еще что-то. И мы как продукт пытаемся создать еще один повод для человека туда зайти. Кажется, что как раз вот образование может таким поводом стать. А вот кто авторы этих людей? Вы тоже исследовали? Какая это аудитория? Да, мы пообщались с разными людьми, и очень много с кем. Мы сначала начали с понятной очень истории про вузы. Нам казалось, что это то, с чего стоит начать, потому что это те люди, которые и так уже это делают. Они делают курсы, и они хорошо их делают, у них есть продакшн, у них есть методисты, и они понимают, как это делать, потому что сделать курс с университетом гораздо проще, чем сделать курс просто с обывателем. Даже если этот обыватель умеет делать что-то очень круто, например, печь лимонный пирог. Но одно дело классно печь лимонный пирог, а другое дело классно учить тому, как печь лимонный пирог. Поэтому сначала мы начали исследовать вузовскую аудиторию. Но мы общались с Высшей школой экономики, с ИТМО, как раз с вузами, которые очень прогрессивные. И мы в итоге пришли к тому, что длинные курсы, которые они обычно публикуют уже на других платформах, по их мнению и по нашему тоже, они не будут особо востребованы ВКонтакте, просто потому что поведение немножко другое. Мы начали думать о том, что можно сделать. И нашли варианты того, что можно делать какие-то демо-версии курсов, небольшие короткие занятия, или, например, какие-то курсы для поступающих, курсы для повышения квалификации, которые являются выжимкой вот этих крупных тяжелых курсов. Это был первый вектор. А второй вектор — это то, что мы тоже заметили. Сейчас, в принципе, в России, как и во всем мире, есть вот этот тренд, когда люди, которые считаются экспертами в какой-то сфере, активно вкладываются в свой личный бренд, в свой личный бренд, они в том числе создают большое количество образовательного контента, проводят вебинары, публикуют тексты и так далее. И мы подумали, что как раз вот эта аудитория, она может стать именно нашей. То есть это, во-первых, потому что мало кто с ними работает. Я знаю мало платформ, которые целенаправленно ориентируются на этих людей. Во-вторых, потому что очевидно, что они это делают, и кажется, что им как раз не хватает инструмента, который мог бы объединить весь их контент, который они уже создали. И, в общем, вот это те люди, на которых мы посмотрели во вторую очередь, и в итоге мы сейчас будем, наверное, как бы фокусироваться на них, именно потому что, во-первых, это большая история про доверие. То есть, например, я знаю, что ты, Давид, классно выступаешь. И я знаю, что ты, Давид, классно выступаешь. И я понимаю, что ты мог бы этому меня научить, потому что, не знаю, ты у меня давно в друзьях, я тебя читаю, понимаю, что вот первое, второе, третье, четвертое, пятое, твое сообщение, оно доказывает мне, что ты в этом эксперт. И дальше, если ты публикуешь образовательный курс, для меня не будет вопросов, что это действительно что-то классное. И поэтому я с удовольствием на него подпишусь и пройду. Вот. И в этом смысле это как раз то, чего не хватает, может быть, крупным каким-то образовательным организациям вот этой вот истории личного доверия и личного опыта, которым люди могут меняться. То есть мы берем, по сути, говорим, учить может каждый, да, учиться у него или нет, выбираешь ты сам. А дальше, если ты хочешь помочь другим людям, ты просто делаешь оценку этого курса. И если у него низкий рейтинг, он снижается. Если высокий, то повышается. То есть это такая история про, в принципе, подход такого типа межличностного доверия. Вот. И это, наверное, как раз те авторы, которых мы ждем больше всего. И рейтинговая система от пользователей будет продвигать курсы, соответственно, более популярные, будут более видными и так далее. Да. Расскажи подробнее про инструмент, пожалуйста. Я уже понял, что на платформе будет много текстов, будет возможность вставлять видео. Еще какие у нее особенности и для создателя, и для пользователя? На самом деле мы ничего не усложняли. Это вот тоже второй момент очень важный. Мы не изобрели велосипед или, я не знаю, не придумали какой-то новый элемент. И я считаю, что это хорошо, потому что это как раз то, что помогло нам сделать все быстро. Довольно, по сути, для нас не особо дорого, но за счет этого мы быстро увидим то, как люди реагируют на продукт. И если, например, мы поймем, что мы можем что-то улучшить, мы будем это менять. Что мы сделали? Я уже тебе сказала, что, в принципе, ВКонтакте все есть для того, чтобы делать качественный системно-образовательный контент. У нас есть лонгриды. Это публикации в формате статей, когда ты можешь написать текст, вставить внутрь фотографии или даже слайдер с фотографиями, видео, подкасты и все такое. У нас есть как раз вот эти все мультимедиа форматы, видео, фото, аудио, которые тоже можно использовать. И все, что мы сделали, по сути, мы сделали отдельный раздел, в котором все эти инструменты, они собраны воедино. И курс сам по себе, он будет состоять из серии лонгридов, каждый из которых будет завершаться тестом, а в конце будет общий тест. Вот и все. То есть мы взяли все существующие инструменты ВК, собрали их вместе. Это очень понятно найти на человека, который пользуется ВКонтакте. Там не будет ничего какого-то нового, сложного, что тебе придет сидеть и смотреть, что это вообще. Нет, ты увидишь тот же самый интерфейс, абсолютно такой же, просто он будет именно систематизирован, структурирован. И единственное, что мы добавили, это тестирование. Мы в процессе исследования поняли, что это принципиально важно, это проверка знаний. Причем она важна скорее даже для студента, чем для преподавателя. Вот. И аналитику. Мы добавили аналитику, благодаря которой автор сможет смотреть, как у него вообще идут дела. Вот про эти две части давай чуть подробнее говоримся. Остальные инструменты и так знакомы с детства, я согласен, понимаю. А вот как проверка знаний будет происходить? Только тестовая система, возможно? Большая вариация возможностей этого теста, то есть и мультиплей, чойс, и всякие разные тесты, или строго определенный формат? Да, ты уже начал как раз отвечать на мой вопрос, потому что мы выбрали несколько вариантов тестов. У нас будет и one choice, мультиплей choice, где можно выбрать один вариант, несколько вариантов. Можно сопоставлять будет из разных колонок данные, можно будет заполнять пробелы, и все такое. Единственное, чего мы не сделали, но этот вопрос решается, и я объясню, почему мы это не сделали. Мы не сделали какие-то сложные истории, связанные с СССР, я не знаю, там с полноценными ответами на вопрос. Знаешь, такая третья часть ЕГЭ, короче. Вот это то, от чего мы отказались, потому что мы хотим на базовом уровне, чтобы курс был максимально автономен от автора. Но если мы видим, что автор супер вовлечен, и он, например, действительно хочет, у него есть какая-то, не знаю, великая миссия, он хочет продвигать какую-то часть своей компетенции, и он готов работать с людьми, для этого есть чат, и ты спокойно можешь извлекать список своих студентов, добавлять их в чат, и там с ними проверять работу, и все такое. То есть дальше ты можешь делать уже все, что хочешь. Но именно вот базовую историю мы хотели сохранить максимально автономной. Это то, что касается тестирования. Ну, а, соответственно, вторая часть, которая тоже очень важна, это аналитика для автора. Там будут данные про прохождение курса, про так называемую воронку, на каком этапе люди отваливаются, какие оценки за какие этапы они получают. Например, ну, не знаю, если ты как автор видишь, что на конкретно третьей главе у тебя… Резкое падение успеваемости. Типа 95% не проходят тест. Ты задаешься вопросом, да, на каком этапе ты ошибся, потому что, скорее всего, это ошибка. Либо ты дал слишком сложный контент, либо тест не соответствует контенту, который ты дал, либо люди просто там, например, по какой-то причине этой темы не готовы интересоваться. И дальше ты уже можешь менять этот курс. Тогда, вот это тоже очень интересный момент, ты создаешь копию курса, меняешь там кусок, например, всю главу переписываешь. Это настоящее АБ-тестирование в курсах? Что? АБ-тестирование в курсах настоящее. Ну, такое, да, вот. Но на самом деле, это скорее не решает задачу АБ-тестирования, это скорее решает задачу того, что если человек записался на курс, то это, по сути, такая немножечко публичная оферта, и если в итоге в контексте прохождения курса у него что-то сильно изменилось, то это будет вызывать негатив. Потому что, например, я могу в итоге быть единственным человеком, которому понравилась эта глава, и я бы хотела ее оставить и пройти, но 95% остальные там не в курсе этого. Поэтому таким образом остается старый курс, где остаются старые студенты, но они получают уведомление о том, что, ребята, курс обновился, и вы можете сейчас еще раз его пройти, вот он здесь, и люди могут перетекать из курса в курс, либо оставаться на старом, проходить старый. Вот. Вся эта аналитика тоже поможет автору быть, так сказать, ну, on the same page со своими студентами, а помимо этого еще один активный момент, который мы бы хотели продвигать, эта история про то, что мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, у авторов есть какие-то другие площадки, где он взаимодействует со своей аудиторией. Это может быть его личная страница или его публичная страница ВКонтакте. И внутри курса у нас есть активные ссылки на все эти точки. И тогда, если я, например, пройдя курс, поняла, что, блин, этот чувак реально крутой, я очень хочу за ним, ну, как бы, следовать дальше, я могу подписаться на его сообщество, могу подписаться на его личную страницу, могу найти его сайт в интернете и там тоже что-то подделать. Вот. И это такая история про просто наращивание лояльной аудитории через еще один инструмент, довольно понятный. То есть, условно, ты можешь писать все, сколько угодно, но как раз вот формат образовательного курса, формат того, что ты готов делиться знаниями, он дает тебе возможность выстроить реально классные отношения с аудиторией. Прямая польза, потому что забота об аудитории очень важная вещь. Я согласен. Меня, честно говоря, как преподавателя, совершенно поражают возможности, которые дают аналитические инструменты, образовательных платформ, в том числе ВК, просто супер космически, кажется, как можно мгновенно понимать, что нравится, не нравится аудитории, где у нее возникают сложности, помогать ей лучше учиться. Мало с чем сравнимая польза для создателя курса точно. Расскажи еще про тему, пожалуйста. Вы наверняка исследовали, ну то, какие будут первые курсы, каких авторов вы ищете, может быть, или они ищут вас уже? Вообще, это очень хороший вопрос, потому что мы считаем, что условным этим ядром наших авторов будут те паблики, которые уже активно генерируют образовательный контент. И что интересно, ключевые из них, это те, на кого мы очень рассчитываем, они, по сути, тоже выступают не генераторами контента по одной теме, а скорее аккумулирующими пабликами. Например, та же самая Курилка Гутенберга, про которую ты уже вспомнил, либо, например, постнаука, которую я тоже очень люблю, я считаю, что они очень классные. Либо есть еще Киберленинг и остальные ребята, это крупные сообщества, у них есть миллион, два подписчиков и так далее, но они, соответственно, не фокусируются на чем-то одном. Они, в принципе, такие популяризаторы науки, они могут один день писать про космос, другой день писать про биологию, третий день про психологию, историю или еще что-то. И мы как раз рассчитываем на то, что вот эти ребята, они смогут создать не один курс, а несколько. Но это вот первая часть. Соответственно, ключевые темы останутся теми, которые, в принципе, интересны нашей аудитории, почему люди, в общем-то, и подписываются на эти паблики, да, это как раз очень понятные какие-то общие развивающие темы, то есть биология, физика, и это именно такая популярная наука, я бы сказала, то есть это не история про какую-нибудь, я не знаю, там ядерную физику, уровня МФТИ какого-нибудь, да-да-да. А вторая часть аудитории, это такие, ну это тоже интересный сегмент, с которым мне, например, лично будет очень интересно поработать, потому что я вижу там свою специфику, это как раз те самые независимые эксперты. И вот тут появляется такая история, как бытовые навыки. Это история про управление финансами, про личный бренд, про тексты, про все, что ты делаешь каждый день, да, я не знаю, то есть, соответственно, можно посотрудничать с ребятами, которые интересуются именно, например, эффективным управлением личными финансами, или эффективным управлением личным брендом, или эффективным управлением текстами. Или временем. Да, например, тайм-менеджмент, фуд-блогинг, как красиво фотографировать еду, и вот это вот все. То есть, это такие вещи, которые кажутся, на первый взгляд, неочевидным, как бы с точки зрения образования контентом. но в современном обществе кажутся очень важные навыки. Да, вот. И, соответственно, у нас внутри будет вот эта история. Мне кажется, будет очень популярны какие-то вещи связанные с дизайном, с рисованием, с хобби, в том числе даже кулинарией и так далее. Вот какие-то такие истории, которые тебе каждый день интересны. Программирование, как ты думаешь? Какие-то короткие, сейчас популярный достаточно формат. Это классный вопрос. Я очень верю в то, что по программированию что-то будет. Во-первых, мы сами, наверное, сделаем такой курс просто, потому что ВКонтакте это IT-компания, и нам было бы, наверное, это интересно. Я уверена, что у нас есть сотрудники, которым было бы это интересно. Вот. А с другой стороны, есть очень много проектов, которые, например, занимаются развитием навыков программирования у детей. Я думаю, что для них этот образовательный курс тоже станет каким-то таким способом для, в общем-то, продвижения собственного, потому что это то, что сейчас, наверное, очень модно и то, чем люди интересуются. Да. Давай немного сменим уровень абстракции и вообще поговорим про эту идею короткого образования. Образование, пока я еду в маршрутке. Давай, и моя любимая тема. Давай. Да, ну все меняется, образование тоже. Вот мы видим, что оно становится таким коротким. Как ты воспринимаешь эти перемены? Что ты об этом думаешь? У меня вообще такой подход, что общество меняется, и это естественно. То есть у меня нет такого там о, люди стали меньше читать. Да, 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 да. Вот это вот люди стали меньше читать, боже, или там еще что-то. То есть меняется среда, меняется человек, меняется то, как он потребляет информацию. То есть все, что происходит, просто естественный путь развития. А дальше уже задача любого бизнеса, любого продукта просто предложить человеку какой-то инструмент, который поможет ему как бы хорошо себя чувствовать в широком смысле. И конкретно в этой истории мы говорим про то, что люди все равно учатся чему-то, им интересны какие-то вещи, да, и само образование меняется, очень много становится сейчас этого именно информального образования. Ну, то есть условно есть формальное образование, это все, все, что связано с высшим образованием, не знаю, школами и так далее. Я так понимаю, что в этой сфере, вот в рамках там тех компетенций, которые я вижу, сейчас какой-то такой кризисный момент, когда нужно быстро перестраиваться под современный мир, но не получается. Есть там условно неформальное образование. Вот этот сегмент очень классный, я считаю, это то, что сейчас развивается. Да, соответственно, эта история с любыми связанными школами, причем это могут быть как школы по дебатам, как школы по рисованию, как школы по, не знаю, там лепке из глины, так и какие-то классные рекламные школы и так далее. Вот этот сегмент крутой, потому что он идет в ногу со времени, он довольно гибкий и так далее. А есть еще третий сегмент, это когда наши друзья делают что-то, и мы можем у них поучиться просто в течение нашей жизни, и он максимально не структурирован, и он происходит просто в каком-то твоем естественном ритме жизни. И вот как раз получается, что мы выбрали такую хитрую нишу между первым и вторым, потому что мы говорим, sorry, между вторым и третьим, да, потому что мы говорим, что ребята, которые вот находятся в третьей зоне, давайте вы сейчас переберете чуть-чуть поближе ко второй, и мы поможем вам немножечко структурировать то, что вы и так не структурированно делитесь. Тем, чем вы и так не структурированно делитесь. эффективность, кажется, этого процесса. А вторым мы говорим, ребят, все классно, но у вас есть какие-то очень сложные курсы для той аудитории, которая к вам замотивирована, приходит, а давайте вы чуть-чуть спуститесь на уровень ниже, возьмете вот этот какой-то второй круг людей вокруг вас, которые интересуются этой темой, но недостаточно для того, чтобы, не знаю, идти на год в рекламную школу и ходить туда 5 дней в неделю. А вместо этого вы сделаете небольшой курс по копирайтингу, и это будет прикольно. В мире, в котором важно быстро определяться или переопределяться, наверное, короткие образования еще и другую роль начинает играть, такой возможности пробы для человека, для пользователя себя в чем-то новом. Слушай, а вот первое формальное образование, не становитесь ли вы для школьника завтра альтернативой, на самом деле, формальному образованию? Не скажет ли он себе в 11 классе с большей долей вероятности, что в целом я и дома сижу, неплохо учусь в ВК, и все здорово, нужно ли мне в этот универ? Давид, ты задаешь очень классный вопрос, такие очень философские. Смотри, все зависит, конечно, от подхода и от того, как человек воспринимает сейчас свой проект. Потому что кроме нас, кроме нашей платформы, есть еще очень много проектов, которые, по сути, могут сказать то же самое. Но как я себе лично это вижу? Мне кажется, что формальное образование — это очень важная история, и она решает для человека системную задачу вообще того, как он воспринимает мир. Это такая фундаментальная база для человека, которая ему помогает учиться мыслить в целом. А все, что связано с неформальным и информальным образованием, это скорее такое короткое знание. Это, знаешь, как системообразующая наука versus ремесло. То есть мне кажется, что мы скорее про ремесло, и мы не научим человека мыслить, но мы не берем для себя эту задачу. А задача фундаментального образования — учить человека мыслить и готовить ему вообще к взаимодействию с реальностью. То есть в этом смысле мы вообще ни в коем случае не конкуренты. Но вот что интересно, это то, как мы можем сделать эффективную коллаборацию, как мы можем выстроить такие отношения с высшим образованием или со школьным образованием, или со средним профессиональным образованием, в которой, например, даже преподаватели или школьники, студенты, кто угодно, смогут воспользоваться нашими инструментами, чтобы усилить формальное образование. Это было бы круто, но это, конечно, вопрос не ближайшего полугода, как ты понимаешь, потому что мы сейчас на этапе, когда у нас готов MVP, минимальный продукт, и мы хотим его потестировать. Но в этом смысле большой плюс как раз в том, что мы открыты и мы готовы меняться под задачи. Если мы поймем, что нашей аудитории нужно другое, мы поменяемся и сделаем то, потому что не хочется делать. Мне кажется, большая ошибка людей, которые что-то придумывают, это в том, что они в итоге влюбляются в идею больше, чем в идею менять мир и делать его лучше. И вот очень важно не спускаться на вот этот уровень, оставаться на этапе того, что все-таки в своей работе твоя главная задача – это помогать людям, а не реализовывать себя. И в этом смысле классные темы мы сейчас обсуждаем, но говорить о них пока рано, потому что непонятно, как люди отреагируют на первом этапе. Мне кажется, что в каком-то смысле это, значит, неизбежная хорошая коллаборация. Я помню, что когда я учился в школе, и школа была таким… Ну, образование давала по факту только она. Ты почти нигде его больше не получал. И если в школе это делали не очень хорошо, вся идея образования начинала тебе не очень нравиться. Ты ассоциировал образование, новые знания с дискомфортом. Это огромная проблема. Да. А теперь, когда оно становится модным, в том числе благодаря тому, что становится удобным, приятным, дает инструменты автору заботиться о своем пользователе. И, в общем, классно им жить. В целом учиться, как будто становится более престижно. И знаешь, чем больше заинтересованных… Особенно в России, мне кажется, ВК, когда мы говорим о таких площадках и платформах, это значит влияние одинаковое по всей стране. И поэтому платформа особенно важна, чтобы образование становилось модным. Да, в этом смысле я с тобой супер согласна. В дополнение к этому просто могу сказать, что вот сам факт того, что появляется конкуренция здоровая, все равно он двигает систему целиком. И мы видим результат. Мы видим крутые школы, которые сейчас открываются. Да, их пока мало, но они начинают появляться. Мы видим интересных прогрессивных преподавателей, которые используют ВК, в том числе для того, чтобы взаимодействовать со школьниками. Вот это не совсем реклама, но просто это прям пример в тему. У нас есть стипендия внутри ВК для преподавателей информатики. Называется VK Fellowship. Мы поддерживаем топовых преподавателей информатики, которые делают авторские курсы. И многие из них говорят нам, мы реально работаем ВК с нашими школьниками, потому что они там. А это значит, что мы как преподаватели тоже должны быть там. И это крутое мышление. То есть человек сидит, думает не то, что в смысле так. Я преподаватель, вот я стою у доски, значит, вы должны сидеть у доски. Нет, он сидит и думает, где мои дети находятся сейчас, и что я могу сделать для них там, чтобы они больше времени, например, занимались чем-то, чего я бы хотел, чтобы они занимались. Вот это вот круто. Согласен. Вот я думаю, что сейчас многие авторы, которые посмотрят наше интервью, подумают, блин, я готов, я хочу делать классное новое образование, хочу попробовать. Что должен автор сделать, чтобы сейчас подать заявку или что-то еще? Да, это тоже очень хороший вопрос, потому что он максимально прикладной. У нас сейчас есть ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться. Она есть в нашем пресс-релизе, который вышел вчера. По итогу Adcrunch'а мы тоже опубликуем какую-то небольшую информацию с презентацией для авторов. Сейчас пока что мы просто собираем заявки. Очень короткая форма. Имя, фамилия, учреждение, либо проект, который ты представляешь. И дальше тема курса, которую ты бы хотел опубликовать. А дальше мы выберем из этого списка тех авторов, которые нам покажутся интересными для того, чтобы поэкспериментировать. Соберем их в закрытое сообщество и дальше начнем первое тестирование. То есть, понятное дело, что для того, чтобы проверить продукт, нам нужна первая часть авторов, которые смогут эти курсы опубликовать. Мы получим от них фидбэк, поисследуем, может быть, что-то поправим, может быть, у нас вообще все хорошо и нам не придется поправлять. Ну, конечно, вряд ли, но все равно я надеюсь. Все заработает. И в итоге мы хотим, конечно, выйти в релиз, такой полноценный, с каким-нибудь минимальным уже набором курсов в каждой из тем, которые мы для себя определили. То есть, скажем, не знаю, там 100, 150, как-то так. Ну, жди меня, потому что я свой курс точно готов подавать заявку. Ребята, вы тоже не стесняйтесь. Я Давид Бакучавов, болтал сырой шубиной здесь на VK Live с конференции AdCrunch. Большое спасибо за беседу. Счастливо. Тебе спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...